Субханалла Шейх Такой вопрос целый детектив Вот Суть вопроса, там очень большой вопрос Суть вопроса такая Сестра мусульманка Шантажировала своего мужа тем Что она расскажет о нем что-то плохое Джамаату или родственникам Или семье, Аллаху Алим И она требовала от него За свое молчание Чтобы он с ней развелся Он ей Написал смс Потом она разведена Ты мне больше не жна Я даю тебе развод Потом она от него потребовала Еще голосовое сообщение Он его не отправил Теперь через некоторое время он заявляет Что у них никак не нарушился Так как она вынудила его сказать эти слова И что у него не было намерения разводиться Бисмиллах Альхамду лиллах Вассалату Вассаламу Аля Расул Каждый раз напоминаем сестерам тоже Сестерам Мужу, чтобы он мог развод дать В этот момент наставила жена И какой-то секрет мужа Чтобы не рассказать Она заставила, чтобы она сказала С тобой я развелся Это развод считается Слово Я с тобой развелся Для этого не нужна Намерение Потому что это явная Ясная слова Которые понимаются Только развод А слова Которые понимаются Двухсмысленно Это Иди домой Не приходи больше Эти слова Нуждаются в намерении Потому что она понимает Я просто тебя отправляю домой Или отправляю с талаком Такие слова Которые можно Двухсмысленно понять Для этого нужна Намерение Что ты хочешь развод дать Может он просто хотел Чтобы она с глаз убралась Да Ну с глаз убралась Иди Научись Потом приходи Или Как попало Он говорит Выходи из дома Больше не заходи в дом Он может Понять Слова можно Двухсмысленно понять Для этого нужно Намерение А те слова Которые Невозможно Кроме Только одним разводом Понять Один смысл Да Один смысл Я говорю Я тебе талак дал Арабское слово Талак это развод Или ты разведена Или по-таргистски говоришь Или по своему языке Каждый 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 язык Слово развод Поэтому развод Он сказал Для этого намерение Не нужно Из-за этого Вот как она говорит Если он сказал Что ты разведена Это развод Считается Хоть у него Не было намерения Он даже просто Написал Развод можно Письменным Голосовым Любим Письменным Тоже можно писать То есть Я с тобой развелся И голосовым Тоже можно сказать И Этот Прямо на лицо Даже не голосов Смеется И сказать Хоть она рядом Не будет Даже Например Человек скажет Перед нами Я свой развод Своей женой Тоже развод Не обязательно Чтобы жена Услышала слова Это является А шантаж То что она делает Он Видимо Я как понял Что он считает Что он под принуждением Это сделал Принуждение Бывает Разное Принуждение Есть Которое Ты не можешь Оттолкнуть Вместе Принуждение Например Слова Скажешь ты Если Например Не скажешь Тебе убьем Или что такое Делать А просто Она Пугала Его Какой-то секрет Расскажу Если Этот секрет Является Между жизнью И смертью Если Расскажешь Что его убьют Тогда Это не считается Разводом Принуждение Можно сказать А какой-то мелочь Которую Можно рассказать И можно не рассказать Может грех какой-то Да Какой-то грех Это Шантажем Не считается Если Какой-то грех Даже сделал Если Он Это Таубу Сделал Жене Харам Это Рассказывает То же То Что От греха Покаялся Человек Как будто Греха Нету Аллаху Алям